Вопросы по поводу церкви и магазинов. Но еще раз повторюсь, здесь ничего не скажешь. Безбожная власть в безбожной стране, где безбожное население, не понимает разницы между магазином и церковью. Вот и все. А многих церковь особенно раздражает в наше время. Почему? Потому что в период кризиса люди начинают задавать себе вопросы о смысле жизни. И здесь до церкви один шаг. Для того, чтобы не дать им пойти в церковь и к Богу, для того, чтобы не упустить контроль из своих рук, им вот и забивают башку всяким разным, так называемым, так сказать, разноцветным контентом, который льется диким потоком из интернета, из того же самого. С одной стороны, с другой стороны, создают проблемы для того, чтобы они не смогли этого сделать. А по ходу еще очерняют церковь, обливают ее грязью, что сейчас совершенно очевидно, со страшной силой, так сказать, вот эта проблема возросла. Ведь на самом деле, а что, собственно говоря, нашему обществу, обществу потребителей, в том числе информационной каше вот этой, да, предлагают взамен, скажем, тех вот глубинных религиозных смыслов жизни, которые церковь, значит, проповедует и отстаивает многие-многие века. Им предлагают как раз вот этих звезд шоу-бизнеса. Вот кто у нас является таким гражданским иконостасом, что называется? Это, значит, первый ряд там, это все вот эти звезды шоу-бизнеса как раз, разные всякие шоумены, всевозможные там недоделанные комики, дальше идут там всякие вот эти вот псевдооппозиционные блогеры, вот, ну и потом уже совсем такие, так сказать, никчемные там звезды инстаграмов, там всякие там эти поющие трусы, как бы там голые задницы, фотографирующиеся там в своих ваннах, там и так далее, и так далее. Вот это, на самом деле, что вместо иконостаса святых, который церковь предлагает, да, и что вместо героев прошлого, которые предлагает нам наша история и люди, которые отстаивают за патриотизм, что нам предлагают вот этот мир потребления? А вот он их предлагает, вот он именно этих псевдогероев предлагает взамен. Ну вот и посмотрите на этих псевдогероев, кто чего стоит. Это хороший тоже, значит, момент истины. Посмотрите на них, что у них в голове, как они живут, что они из себя представляют на самом деле, и что с ними случается, как только вот их, в общем, достаточно безбедная жизнь, вдруг чуть-чуть у них там начинает давать сбои. Вот у них вдруг стало чуть-чуть меньше денег. Им стало труднее поддерживать тот вот явно завышенный стандарт собственной жизни, который они всем любят очень демонстрировать. И они тут же взвыли. Вот сравните, да, жития святых, например, да, или, скажем, подвиги наших дедов, там, прадедов, которые сложили голову на фронтах Великой Отечественной войны, и поведение вот этих нынешних героев. Героев шоу-бизнеса, героев инфотейнмента, героев вот всех вот этих вот модных штучек-дрючек, да. А дальше выбор за вами. Вот кого вы выберете, да, вот это вопрос. Вот так вот. Продолжение следует...